В программаторе для ритм есть программы Центр защитных функций, Центр исцеления, Центр сердца, Центр кровообращения и так далее. Что значит Центр? Ну, во-первых, это терминология, которая характеризует наш головной мозг. Наш головной мозг имеет несколько отделов, и каждый отдел, он выполняет определенные функции для человеческого тела. То есть у нас есть левое полушарие, правое полушарие, мышечок, эпифис, то есть различные центры. Предположим, тот же эпифис, он в основном отвечает за все наши органы чувств, осязания, обоняния и так далее, зрительные центры. Вот, а эти как раз, вот как я сказала, зрительный центр, то есть на всех этих, в нашем головном мозге, помимо самих отделов головного мозга, существуют определенные такие места, которые ученые называют центром. То есть я думаю, что многие из вас слышали и знают испытания, там, Центр удовольствия, да, что если на него воздействовать, то, как скажем, та же крыса не будет ни есть, ни спеть, ни, а будет все время нажимать на кнопку, которая будет вызывать у нее, как скажем, воздействовать на Центр удовольствия и будет получать удовольствие. То есть это центры, точки, определенные точки нашего головного мозга. То есть и помимо того, что вы перечислили, там на самом деле много других центров. Центр творчества, центр альтруизма, центр удовольствия и ряд других центров. То есть они расположены в разных местах нашего головного мозга. И если у человека есть какие-то проблемы и этот центр заблокирован, то это возникают уже проблемы и в жизни человека, да. То есть если по каким-либо причинам или стресс, или какое-то негативное воздействие, предположим, и этот центр блокируется, то человек иногда начинает меньше чувствовать боль, человек становится менее эмоциональным, да, и так далее. Поэтому вот эти все центры – это как раз прямое воздействие и нормализация функции головного мозга. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok